добрый день дорогие друзья сегодня я хотел бы поговорить с вами про защиту азимой пшеницы защита азимой пшеницы начинается с защиты семян и здесь на территории полевого города региона север мы заложили несколько вариантов разные защиты пшеницы в частности вы можете здесь увидеть вариант защиты пшеницы вайбранс интеграл селест макс ну и и других продуктов здесь что мы можем с вами увидеть мы можем с вами увидеть что густота на сегодня значительно выше на варианте с вайбранс интеграл обратите внимание селест макс неплохая густота но она проигрывает вайбранс интеграл вайбранс интеграл выигрывает конечно из за того что в нем находится такая молекула как седоксан данная молекула усиляет рост корневой системы сильнее защищает растение от корневых и прикорневых болезней здесь мы также хотели показать вам что можно на сегодня уменьшить норму высева но при этом конечная густота растения она не пострадает как мы видим с вами как раз на данном участке мы уменьшали специально норму высева на 1 миллион штук при этом видно что растение все перезимовали достаточно хорошо развивается на сегодня также я хотел бы вам рассказать про полную защиту растений от болезней от вредителей и сорняков здесь на данном участке весной в момент кущения была проведена гербицидная защита препаратами камара совместно с препаратом аксиал также был применен продукт амистар экстрас совместно с препаратом регулятором роста модус их совместное сочетание дает неплохой эффект они друг друга усиливают последующим с появлением флагового листа был применен препарат и латус рия данный продукт характерен долготой защиты растения растения защищается на 45 дней и более совместно значит был еще применен инсектицид эфория и для защиты против колоссовых болезней был применен препарат магнелла этот препарат целенаправленно работает против колоссовых болезней и тяжелой болезни как фузариоз колоса уменьшает токсины в зерне вот для полноты картина чтобы вы понимали что эти продукты они все были применены на хорошем аграфоне то есть здесь был проведен посев 31 августа значит применили 250 килограмм 16 16 16 весенняя подкормка 150 килограмм аммиачной селитры все это позволило раскрыть генетику сорта скипетр ну и надеемся что наши препараты сохранят весь этот урожай а здесь мы видим что более 1000 стеблей на квадратном метре находятся темные так сказать жирные обеспеченные растения от которых мы ждем хороший урожай все перечислены мною продукты как вайбранс интеграл амистар экстра и латус рия магнелла они все хорошие но самое главное надо знать как правильно их применить когда где и сколько вот вайбранс интеграл применяется должен на хорошую агротехнику с хорошим потенциалом его смысл как раз помочь растению за счет корневой системы дать больше питания в последующем применение амистар экстра немаловажно для того чтобы сформировать стеблистой применить его в начале кущения совместно с препаратом модус и латус рия так как он медленно передвигается по растению его применяют в начале формирования флагового листа магнелла применяется когда начинает цветение растений вот здесь мы уже видим с вами что начинает заканчиваться цветение вот то есть начало цветения последняя фаза применения препарата магнелла данный продукт защищает от всех колоссовых болезней для формирования урожая мы знаем четыре фактора которые могут складываться начнем с того что есть масса 1000 зерен это вес зерна одного влияющие напрямую на урожайность есть фактор количество продуктивных стеблей на квадратном метре которые формируются количеством выселенных семян семян и коэффициентом кущения и также количество зерен в колосе сколько колосков и количество зерен в колоске то есть вот эти факторы они все складываются влияет на урожай каждый фактор формируется в своей стадии развития значит вначале мы закладываем нормой высева густоту количество сходов на квадратном метре потом в кущении мы с вами за счет сохранности значит здорового образа жизни растений формируем количество продуктивных стеблей конечном варианте ну и в последующем уже мы все это сохраняем чтобы не было редукции так сказать уменьшение сброса продуктивных стеблей сброса колосков количество зерен в колоске вот то есть изначально мы с вами закладываем в эту генетику максимальные агро приемы какие можно а потом мы все это дело сохраняем наглядно видно что вариант от сингента с применением вайбранс интеграл применением на первых этапах аксиал скамара применение и латус рия применение магнелла видно что растение физиологически крепче зеленее посев гуще находится по отношению к другим вариантам как вы видите результата очевидно